Всем привет! Я долго думал, как бы показать вам, насколько хорошо снимает смартфон Xiaomi Mi A1 и решил, что запишу на него полноценный обзор. И так как многие из вас спрашивали, какой же техникой ты пользуешься для записи своих обзоров, распаковок, я решил совместить полезное с приятным и рассказать вам о том, какую же технику я использую. Итак, самое-самое основное это видеокамера. Именно с ее помощью я снимаю распаковки, я с ее помощью делаю различные обзоры. Все это снимается на камеру от компании Panasonic, модель HC-V760. Эта видеокамера обладает неплохой светосилой, обладает классным фокусным расстоянием минимальным, обладает хорошим зумом оптическим, обладает обалденной стабилизацией видео. Также у нее есть очень классная функция, возможность подключения пауэрбанка, дополнительного питания для того, чтобы быть независимым от розетки и от того аккумулятора, который в нее установлен. Я использую для того, чтобы сохранять все видеофайлы, карточку памяти от компании Mixo на 128 гигабайт, 10 класса и мне этого хватает. Чтобы забить один раз карточку памяти, мне нужно где-то в районе одной недели, может быть чуть больше, чуть меньше, в зависимости от того, сколько у меня различных посылок. Карточкой я очень доволен, никаких сбоев, проблем у меня за все время использования не было, я карточкой этой пользуюсь уже, наверное, около года. Ну и видеокамерой я тоже этой пользуюсь где-то, наверное, около года. Что мне еще нравится в этой видеокамере, это то, что она очень легкая, и то, что у нее есть штативная резьба, причем не пластиковая, а металлическая. Следующее, чем я пользуюсь, это GELIUS, объектив, который имеет индекс 44М7. Это 58-миллиметровый объектив со светосилой 1 к 2. Неплохая картинка получается, хорошее боке. Этот объектив я использую для съемки различных зарисовок, видеопревьюшек и прочего. У меня здесь меняется и фокусное расстояние, и диафрагма. И этот объектив я использую вместе с камерой Canon. Это зеркальный фотоаппарат, о котором я чуть попозже расскажу. Использую я вместе с фотоаппаратом этот объектив через переходник специальный, который я когда-то давным-давно покупал, то ли на ebay, то ли на алиэкспрессе. Уже не помню, это было очень давно. Еще один объектив, который я купил, когда путешествовал по миру немножко. Я заехал в Киев и решил купить на розетке вот такой вот объектив. Очень простой, но между тем очень классный. Он стоил меньше 100 долларов. Это второе поколение объективов от Canon 50-миллиметровый 1.8 классика. Этот объектив легкий, пластиковый, он такой простенький, но он незаменимый, потому что у него очень хорошая оптика. И он все-таки не такой светосильный, как следующий объектив, о котором я поговорю. И следовательно, у него только меняется фокусное расстояние, больше ничего. И следовательно, этот объектив хорошо подходит для того, чтобы снимать где-то на улице. Следующий объектив, это тот, с которым я покупал свой фотоаппарат. Тоже Canon-овский. Он обладает как ручной, так и автоматической фокусировкой. Фокусное расстояние от 18 до 135 позволяет снимать в совершенно разнообразных условиях. Очень функциональный объектив. Можно его заблокировать, если он где-то у вас в сумке, чтобы он не начал выдвигаться и не сломался. У него есть стабилизация. Это уже STM-овский объектив, то есть обновленный. Эти объективы являются как бы новым поколением, новым витком в разработках Canon. Поэтому у него идет практически бесшумная автофокусировка, когда вы снимаете видео. Очень красивые стекла, очень чистые. Снимает просто великолепно видео. То есть подходит, ну наверное это универсальный объектив. Понятное дело, что искажения присутствуют, потому что это все-таки зум-объектив. Для большинства сценариев он подходит. В принципе такой, знаете, палочка-выручалочка. Также я использую на нем Hoya, то есть защитное стекло, которое позволяет, ну оно конечно чуть-чуть влияет на светосилу, но в целом очень сильно позволяет сберечь этот объектив от ударов, от всего остального. Также я использую рекордер. Я всегда практически пишу отдельно звуковую дорожку. И сейчас я пишу звуковую дорожку на этот рекордер. Это Toscom Японец, который в принципе выручает меня практически всегда. С ним я использую также microSD карточку от компании Mixon на 64 гигабайта. Это пишу я не на вот эти встроенные микрофоны, а на петличку практически всегда. Сейчас я пишу на встроенные микрофоны, но в момент, когда я делаю обзоры, там распаковки, все это я делаю, конечно же, на петличку, для того, чтобы звук был без эха. И что мне понравилось, то что у него есть Wi-Fi. С помощью Wi-Fi можно управлять на расстоянии, обновлять прошивку и подключаться к специальному фирменному приложению. Видеокамеру Action я использую от компании Xiaomi, в частности от компании e-Technology. Это камера, которая снимает 4K 30 кадров в секунду. Очень автономная, до 2 часов работы в 4K режиме и до 2 часов работы в Full HD 60 кадров в секунду. Я практически всегда снимаю Full HD 60 кадров в секунду. Камера очень красиво передает цвета, очень качественно определяет баланс белого. То есть эта камера для меня лично, я ее считаю лучше экшн-камерой. Также я использую штатив, который мне достался еще от экшн-камеры первого поколения от Xiaomi. Очень классный штатив, есть Bluetooth пульт, который можно управлять на расстоянии камерой. То есть он обалденный, он длинный, он позволяет делать какие-то такие необычные сцены, снимать что-то необычное. Но это не трипод, трипод я использую отдельно, тоже от компании Xiaomi, попозже расскажу и про него. Здесь у нас используется поворотная такая голова, фиксатор, шайба также двигается. То есть очень удобный механизм, очень все просто работает. Ну во всяком случае я доволен практически на 100% данным девайсом. Ну и трипод-штатив, который я использую для телефонов и также для экшн-камер, конечно же. Это тоже триподик от компании Xiaomi, достаточно новый, который у меня появился не так давно. Где-то в районе, может быть, полугода я его использую. Выдвижной, достаточно длинная такая палочка получается. Очень удобный, очень качественный, ножки прорезиненные, вообще никаких проблем. То есть мне, ну я просто в восторге от этого трипода, потому что он спасает ситуацию, когда нужно сделать какие-то необычные зарисовки, установить в необычном положении камеру, он просто дико спасает. Ну и к тому же это удобная селфи-палка, с помощью блютуз-пульта можно ей всегда воспользоваться и поделать какие-нибудь классные снимки где-нибудь на отдыхе с друзьями и так далее. Ну и мой любимец, благодаря которому я делаю различные интересные зарисовки, это Canon EOS 650D. Очень классная зеркалка, которая позволяет снимать обалденные видео в Full HD, 30 кадров в секунду. Куча всяких наворотов, куча всяких функций. Неплохо пишет звук, честно говоря, но я звук всегда использую сторонний, который записан на рекордер, о чем я говорил раньше. Сенсорный экран, поворотный, многофункциональный. Настроек в этой камере настолько много, что вы сможете ее настроить просто изумительно под свои любые задачи. Что мне еще понравилось, это то, что экран позволяет в совершенно разнообразном положении установить камеру, следовательно вы никогда не зависите от того, в каком положении находится камера и под каким ракурсом она снимает. Что мне еще понравилось, это то, что изумительно камера определяет баланс белого в автоматическом режиме и, конечно же, очень качественно пишет с высоким битрейтом видео. Вообще никаких битых файлов, каких-то проблем у меня никогда не было. Также я использую объектив Canon, сделанный в Японии. Это старенький FD, который был переделан под мой Bayonet, который сейчас здесь используется на камере. В принципе, очень доволен. 50-миллиметровый объектив с светосилой 1.4, то есть дырка очень-очень открытая. Дырку я сделал фиксированной для того, чтобы была самая максимальная светосила, но фокусное расстояние можно без проблем регулировать. Что мне еще понравилось, то, что кольцо, которым регулируется фокусное расстояние, двигается просто изумительно. Оно настолько мягкое, оно так хорошо подходит для съемки видео. На нем, конечно, установлено защитное стекло, тоже Хоя. В общем, я, короче, супер доволен. То есть это, наверное, самый лучший объектив, которым я когда-то пользовался. Потому что на данный момент этот объектив обладает супер резкой картинкой, супер отличной светосилой. Никаких искажений, ничего такого он не вносит в картинку. То есть просто сочная, классная. Можете сами оценить на моем канале, есть некоторые зарисовки. Ну и, конечно, карточку я использую здесь тоже от компании Mixa. Да, 64 гигабайта, 10 класс, все стандартно, работают изумительно. Тоже никаких, у меня никогда с ней не было накладок. Покупал, уже даже не помню, то ли в Banggood, то ли еще где-то. А вообще все свои карточки Mixa я практически всегда покупаю в GearBest. Поэтому, если кому-то интересно, ссылки на все товары, которые сейчас вы видели в этом обзоре. Ссылки на все эти товары вы можете просить в комментариях. И я, конечно же, для вас их предоставлю. Для некоторых товаров я ссылки выложу в описании. Так что будьте внимательны и смотрите. Может быть, что-то интересное вы там себе сможете прикупить. К слову сказать, карт памяти я использую очень много. Это и Toshiba, и Adata, и Kingston, и Transcend, и Samsung, и Remax. У меня этих карт памяти просто огромное множество. Я ими пользуюсь практически всеми. То есть в разный период времени. Кстати, на экшн-камере я тоже использую карты памяти Mixa. Это Mixa на 128 гигабайт. Тоже никогда никаких проблем с ней не было. Ну и последнее, это то, на что я пишу звук. Это петличка от компании Boya. Обзор на эту петличку у меня есть. Обзоров на эту петличку, наверное, миллион уже в Ютубе. В общем, я доволен. Она отлично сидит на одежде. То есть здесь очень мощная металлическая такая прищепка. У нее очень хорошая защита от ветра. Вот этот поролончик, он очень качественный. И никогда у меня не возникало проблем, что он там не справляется с потоками воздуха. Конечно, если я на разумном расстоянии держу от рта петличку. Также мне нравится, что здесь очень длинный провод. Позволяет протянуть ее практически куда угодно. Ну и здесь, конечно, у нас используется 4-пиновый такой джек, который подходит под совершенно разные устройства. Это и смартфоны, это и зеркалки, и видеокамеры, и в частности мой рекордер тоже от Toscam. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Все ссылки в описании. Хорошего настроения. И пока. Не забудьте, что данный обзор снят на Xiaomi Mi A1. Оцените качество картинки и напишите, как вам оно в комментариях. Пока.